Уважаемые коллеги, дамы и господа, ваше превосходительство, хочу сердечно поздравить всех присутствующих с Днём Африки. Президент Путин по традиции направил главам африканских государственных правительств поздравительное послание. В нём высоко оцениваются успехи стран Африки в самых различных областях, возрастающей роль континента в формировании справедливого и демократического мироустройства. Подтверждаем нашу готовность к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества. Неизменно дружественные партнёрские отношения России с африканскими государствами, опирающиеся на принципы равноправия и взаимного уважения, прошли испытания временем и продолжают развиваться. Состоявшиеся вчера и сегодня переговоры с присутствующими здесь нигерийскими и зомбийскими друзьями во главе с министрами Джеффри Анияма и Гарри Калаба подтвердили общий настрой на углубление и диверсификацию партнёрства, поиск новых перспективных направлений совместного приложения усилий. Продвигается политический диалог на высшем и высоком уровнях, укрепляются межпарламентские связи, расширяется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Только в нынешнем году состоялись визиты в Москву министров иностранных дел Буркино-Фаса, Замбии, Конго, Демократической республики Конго, Нигера, Нигерии, Сенегала, Эритреи. По итогам переговоров подтвердилось совпадение подходов к большинству международных проблем, к путям противодействия, вызовам и угрозам безопасности. Россия заинтересована в наращивании сотрудничества с Африканским Союзом и другими африканскими объединениями. Ценим практику регулярных политических консультаций с их руководством. Выступаем за углубление диалога БРИК с Африкой, начало которому было положено в Дурбане в 2013 году. Социально-экономический прогресс неотделим от решения задач по обеспечению мира и безопасности. Мы поддерживаем усилия африканцев по предотвращению и урегулированию конфликтов, включая создание собственного миротворческого потенциала. Готовы к расширению сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, пиратством. Поддерживаем принцип «африканским проблемам, африканское решение». Убеждены, что страны-континенты лучше кого бы то ни было знают, как преодолеть трудности на пути к миру, стабильности и устойчивому развитию. Международное сообщество призвано помогать и поддерживать эти устремления африканцев. В сфере торгово-экономических связей существуют значительные возможности. Подтверждаем заинтересованность в активизации деятельности российского бизнеса на африканском континенте, его подключении к реализации региональных проектов в сферах освоения минеральных ресурсов, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Продолжим реализацию программ «Долг в обмен на развитие». Продолжим применение режима наибольшего благоприятствования в торговле. Будем и впредь оказывать гуманитарные содействия, в том числе по линии системы ООН и группы 20. Содействие странам континента, которые стали жертвами конфликтов, природных и техногенных катастроф, пандемических заболеваний. Ежегодно увеличивается количество обучающихся в российских высших учебных заведениях африканцев. Сегодня их около 15 тысяч человек. Новым направлением стало начало диалога между Комиссией Африканского Союза и Комиссией Евразийского экономического союза. Так что повестка дня у нас обширная, амбициозная, богатая. И я хотел бы сегодня, в День Африки, пожелать нам достичь новых успехов на этом пути. Еще раз с праздником. Всего самого доброго. Продолжение следует...